Так сегодня выглядит пляж в Адулый водах. По словам главы генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Михаила Гарабаджио, еще утром уровень сброса воды на гидравлическом узле в Дубосарах составлял 1600 кубометров. Но уже с 9 часов утра этот показатель увеличился до 1800 кубометров, что значительно повысит уровень воды в реке и увеличит риск затопления. Но спасатели готовы и к такому развитию событий, подчеркнул Гарабаджио, уточнив, что для защиты зоны отдыха впервые будет применена мобильная дамба, которая была протестирована накануне. «Мы сегодня после 9 часов начнем установку мобильной дамбы протяженностью 1 километр, чтобы защитить от наводнения эту зону отдыха. Эта дамба будет не из мешков, а специальная металлическая конструкция высотой в один метр, которая покрывается пленкой». В свою очередь, примар города Вадулуйводы Юрий Анафриичук сообщил, что угрозы затопления самого населенного пункта нет. Говоря о зоне, в которой расположены базы отдыха, примар проинформировал, что еще со среды подготовлена глина для укрепления защитной стены. Кроме того, если уровень воды поднимется выше, чем на метр, то есть канал, по которому будет пущена вода, чтобы избежать затопления зоны отдыха. «Сам город Вадулуйводы никогда не затоплялся. Он находится несколько выше. Пострадать может только зона отдыха». Глава города подчеркнул, что базы отдыха и детские лагеря сейчас пустуют, поэтому человеческих жертв быть не может. В свою очередь, премьер-министр призвал мобилизовать все необходимые ресурсы, чтобы за ситуацией следили местные власти и компетентные органы.